Всем привет! Сегодня первое видео, записанное для канала BlackBerry в России в этом году. И опять это снова обзор телефона, который не имеет к BlackBerry практически никакого отношения. Сам я продолжаю пользоваться своим стареньким K2 и с нетерпением ждать, когда же компания Onward Mobile покажет нам новый девайс, который она обещала представить в этом году. А пока мы разминаемся тем, что подготовили для вас обзор телефона Unihertz Jelly 2. Это еще одна модель от китайской компании, не побоимся этого слова, подарившей нам в прошлом году совершенно невероятное устройство. QWERTY смартфон Unihertz Titan на базе операционной системы Android 10. Итак, почему Jelly 2? Ну, во-первых, компания Unihertz выпуском продолжения линейки оригинального Jelly показала, что она не бросает проекты, которые были успешны на Kickstarter и принесли ей прибыль. А это значит, что вполне вероятно, чуть позже в этом году мы увидим продолжение линейки Unihertz Titan, новый телефон с QWERTY клавиатурой. И это самое-самое интересное. А второе, многим из наших постоянных подписчиков и читателей показалась интересной концепцией миниатюрного устройства. И, кстати говоря, раз уж наш канал начал рассказывать о всяких необычных девайсах, иногда нам кажется, что название BlackBerry в России в применении к нашему проекту уже успело немного устареть. И мы серьезно подумываем о том, чтобы сменить название. Стоит это делать или нет, мы ждем вашего мнения в комментариях. Итак, Jelly 2.0. Это прямое продолжение оригинальной версии Jelly, выпущенной еще в 2017 году. Хотя у устройства есть некоторые интересные и заметные улучшения по сравнению с первой версией, они могут привлечь внимание главным образом поклонников странных технологий. Успешная компания на Kickstarter показала, что людям интересны крошечные телефоны, и в конце 2020 года новинка поступила в продажу. Главный вопрос заключается в том, может ли такой маленький телефон быть, в принципе, полезным. Unihertz Jelly 2.0 на самом деле больше всего похож на брелок. Небольшую пищащую коробочку, которая по сегодняшним меркам не имеет права называться смартфоном. Размеры малютки 95 на 50 на 16 миллиметров. Несмотря на то, что Jelly 2.0 небольшой, он совсем не тонкий. Он, вероятно, вдвое толще среднего телефона или даже планшета на базе Android. Однако, этот факт не мешает воспринимать его миниатюрным, поскольку он абсолютно крошечный по сравнению с телефонами, которые мы все более или менее привыкли видеть и использовать. Вес 110 граммов. Для такого маленького устройства вполне приличный и внушает уверенность в его возможностях. У Jelly 2.0 трехдюймовый ЖК-дисплей, который на самом деле намного удобнее, чем может показаться на первый взгляд. Да, это жидкокристаллический дисплей, но разве использование OLED-дисплея позволило бы существенно уменьшить расход батареи, учитывая его размеры? Разрешение дисплея составляет мизерные 480 на 854 пикселя. Но если учитывать его размеры, 37 на 66 миллиметров, плотность пикселей на дюйм достаточно высока. Практически на уровне флагманов. 326 пикселей на дюйм. При такой плотности вы точно не сможете рассмотреть отдельные пиксели. Я лично считаю, что для такого маленького дисплея он достаточно резкий. Он определенно не очень яркий, но это приемлемый экран, учитывая все остальное. Возможно, чтобы сэкономить место на экране, Unihertz Jelly 2.0 получил емкостные сенсорные кнопки для навигации. Это кажется немного неуместным, поскольку большинство производителей давно перешли на поддержку жестов, но это имеет смысл для настолько миниатюрного экрана. Над экраном расположены индикатор заряда батареи, уведомлений, фронтальная камера и разговорный динамик. Звук чистый и достаточно громкий. Датчик приближения работает четко. На верхнем торце находится микрофон системы шумоподавления. Стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников и инфракрасный передатчик, который позволяет использовать устройство для управления бытовой техникой с помощью специального приложения. На нижнем основной микрофон и динамик. Он очень громкий и звучит отлично. Вы точно не будете ожидать от такого маленького телефона настолько громкого звучания. Справа разъем USB Type-C для заряда аккумулятора, многофункциональная настраиваемая кнопка, как и на титан красного цвета, и кнопка питания. Рядом металлический слот под две сим-карты или карту памяти формата microSD и одну сим-карту. Дизайн задней панели выглядит дешево. Глянцевый пластик – достаточно проблемный вариант. И хотя Unihertz не пытается продать иллюзию премиум-класса, это действительно заставляет воспринимать Jelly 2.0 дешевым устройством, в отличие от защищенных технологичных корпусов линейок Atom или Titan. Странная матовая панель с вырезом для камеры, светодиодной вспышкой и скверным сканером отпечатков пальцев, расположенная сзади. Сканер работает не так хорошо, как хотелось бы, поэтому я использовал экранный пин-код. В целом, я бы сравнил дизайн Jelly 2.0 с большим ключом для автомобиля или грузовика. Я не могу не сравнить Jelly 2.0 с реинкарнацией Palm от компании TCL, обзор которого мы опубликовали в прошлом году. И хотя Jelly 2.0 полностью проигрывает в области дизайна, его возможности намного больше. Unihertz не слишком сильно сэкономил на спецификациях Jelly 2.0. Устройство работает на базе процессора Mediatek Helio P60, которому уже два года, но включение в спецификации 6 гигабайт оперативной памяти было неожиданно. Вдобавок ко всему, этот крошечный смартфон работает под управлением практически стоковой версии Android 10, в комплекте с методом навигации с помощью жестов на одном из самых маленьких дисплеев. Может быть это психологический эффект, но в целом я был очень удивлен тем, насколько быстрым на самом деле оказался Jelly 2.0. Он даже позволяет запускать некоторые достаточно требовательные к производительности игры. И хотя это замечательно, опыт мобильных игр на Jelly 2.0 просто ужасен. В основном это связано с маленьким размером дисплея, но вы действительно можете играть, если вы настолько фанатичный мобильный геймер. Видео также выглядит отлично, но детали и нюансы неизбежно теряются из-за дисплея с низким разрешением. Программируемая кнопка, хорошо знакомая всем пользователям BlackBerry, отличное решение, я настроил ее на включение фонарика, который иногда удобно иметь под рукой. Мы понятия не имеем, какой будет ситуация с обновлением программного обеспечения, но чистая операционная система достаточно впечатляет, чтобы не оставлять никакого негатива. Очевидно, что в смартфоне стоимостью около 200 долларов, особенно таком маленьком, на чем-то пришлось сэкономить. И, к сожалению, разработчики Jelly 2.0 принесли в жертву камеру. По сравнению с другими устройствами с аналогичной ценой, Jelly 2.0 снимает просто отвратительно. Хотя возможность сделать снимок чем-то похожим на брелок достаточно интересно. Особенно, если вы не боитесь выглядеть смешно, когда будете фотографировать. Конечно, никто не будет покупать самый маленький смартфон ради камеры. Наш совет – настройтесь на худшее из того, что вы можете себе представить. Учитывая размер устройства, Jelly 2.0 оснащен довольно неплохой батареей емкостью 2000 мАч. Срок работы Jelly 2.0 от батареи около 4 часов экранного времени, что вполне достаточно для лизерного телефона. По результатам тестирования можно смело говорить о сутках работы от батареи. Мне очень понравился Jelly 2.0. Unihard создал отличное миниатюрное устройство. Оно ни в коем случае не заменит ваш основной телефон, особенно если вы любите играть в игры, фотографировать, смотреть или снимать видео. По сравнению с постоянно расширяющейся линейкой больших смартфонов, маленькие телефоны расходятся с тем, что диктует рынок. Естественно, Unihard с Jelly 2.0 никогда не сможет заменить основной телефон. Но это отличный выбор для второго телефона или подарка. Настало время подвести итоги. Для кого этот девайс? В первую очередь Jelly 2.0 подойдет тем, кому нужен второй смартфон в дополнение к основному. Маленький, компактный, с длительным временем автономной работы и поддержкой двух сим-карт, Jelly выглядит практически идеальным при таком сценарии использования. Во-вторых, этот девайс отлично подойдет тем, кто, как и многие наши подписчики, не чужд идеей цифровой детоксикации. Этот маленький смартфон поддерживает все мессенджеры и социальные сети, но я гарантирую вам, что вы не сможете долго залипать в Инстаграм на этом маленьком дисплее. Ну и еще можно вспомнить дзенский способ смотреть телевизор из Generation P Виктора Пелевина. Если вы боитесь, что миазмы из ТикТока просочатся в ваш мозг и вызовут его размягчение, такой маленький экран наверняка вас застрахует от этого. Особая благодарность участнику нашей группы и одному из моих друзей из несуществующего сайта Максу за предоставленное для обзора устройство. Если наших подписчиков заинтересует возможность приобрести этот девайс в России, пишите на он, и мы постараемся его представить в ассортименте нашего интернет-магазина. А пока мы с вами прощаемся, следите за нашими новостями и очень-очень надеемся, что в следующий раз мы сможем вас все-таки порадовать новостями о новом смартфоне BlackBerry. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok